Индексация пенсии Дети с орфанными заболеваниями теперь смогут намного быстрее получать необходимые препараты и медицинские изделия. Соответствующее постановление правительство вошло в силу 1 мая. Согласно документу, страдающие редкими заболеваниями дети смогут оперативнее получать лекарства из резерва фонда «Круг добра». Так, с момента подачи заявки и до предоставления препарата пройдет не более 6 рабочих дней. Раньше процедура занимала 24 рабочих дня. Целевое обучение С 1 мая меняются правила целевого приема и обучения. Заказчики обязаны будут размечать свои предложения на платформе «Работа в России», указывая, в частности, доступные вузы, специальность и место работы абитуриента после обучения, меры поддержки во время учебы. Граждане, желающие заключить договор на целевое обучение, смогут подать заявку не только на бумаге, но и электронно через госуслуги. Договор о целевом обучении можно заключить только с одним заказчиком. Раньше такого ограничения не было. Электронный студенческий билет 25 апреля начался эксперимент по переводу студенческих билетов и зачетных книжек в электронный вид. Он продлится до 31 декабря 2025 года. Сведения о студенческом билете и зачетке появятся в личном кабинете учащегося на госуслугах. С помощью мобильного приложения госуслуги студенческий можно предъявить в виде QR-кода. Проверяющий сможет сканировать его камеры смартфона. При онлайн-покупке проездных билетов студенческая скидка будет применяться автоматически, если студент авторизировался на приложение через госуслуги. Обязательная геномная регистрация для родственников пропавших без вести. Это касается родителей, детей, а также полнородных братьев и сестер. Процедуру будут проводить органы предварительного следствия с привлечением специалистов по криминалистике. Геномная информация будет храниться в течение 70 лет или до момента установления местонахождения пропавшего человека. Галина Елена, Риоленинск.